Исполняющая обязанности министра образования и науки Республики Калмыкия Булган Ангирова провела прямой эфир по итогам года и ответила на вопросы, поступившие онлайн. По словам министра, самым значимым событием уходящего года стали открытие школы в Малодербетах на 275 мест, дополнительного учебного корпуса в Казачьем Кадетском корпусе в Городовиковске. Также исполняющая обязанности министра отметила, что на март-апрель 2022 года запланировано открытие школы в Троицком Целиного района. Кроме того, на базе 20-й школы открыт Кванториум. В Русской национальной гимназии – центр цифрового образования детей. Кроме того, в 35 школах Республики будет проведен капитальный ремонт. Также в целях ликвидации второй смены в школах в следующем году запланировано строительство четырех пристроев на 825 мест. Действующим общеобразовательным организациям города Элиста – это средняя общеобразовательная школа номер 3, и 17-я школа города Элиста, Элистинская многопрофильная гимназия и 18-я школа имени Городовикова. Также по этим пристроям могу сказать, что на сегодняшний день контракты заключены и ведутся уже плановые работы. Говоря о планах на следующий год, Ангирова отметила, что на горячее питание учеников начальной школы с 1 по 4 класс в следующем году выделено 179 миллионов рублей. Также в следующем году по инициативе главы Калмыкии будет увеличена единовременная денежная выплата молодым учителям. Так, молодым педагогам, которые трудоустроятся в Элисте, выплаты увеличены со 100 тысяч до 200 тысяч. И до 300 тысяч, если учитель устроится на работу в сельской местности. В 2022 году также увеличен размер премий победителям и призерам республиканского конкурса «Педагог года Калмыкии». Педагогическому работнику заняшу первое место – 100 тысяч рублей, вместо действующих – 15 тысяч рублей. Педагогическому работнику заняшу второе место – 70 тысяч рублей, вместо действующих – 10 тысяч рублей. И педагогическому работнику заняшу третье место – 50 тысяч рублей, вместо действующих – 5 тысяч рублей.